Университет Хочу передать наилучшие пожелания форуму от своего руководителя, босса, директора Института информационных технологий Исаева Дмитрия и заведующей кафедрой Мариной Львовной Субачевой. Я вам расскажу о своем видении тенденции развития learning в современной России. То, о чем я вам буду рассказывать, это то, чем я живу, то, чем я занимаюсь. Сегодня очевидно, что для того, чтобы учиться, не нужно ехать ни в какую другую страну. Можно дома, сидя на диване, попивая чай и кофе, учиться у любого интересного ученого мира. Если говорить о цифровом обучении, если говорить о цифровизации, то существует три важных направления, которых мы с вами думаем, которыми мы с вами живем. Это цифровая экономика, это цифровое обучение, это цифровая образовательная среда. И мы говорим о многом. Мы говорим об информатизации, цифровизации, компьютеризации, электронном обучении. Но что это? Каждый понимает по-своему. The digitalization, the computerization and so on is an important thing nowadays, but every person understands it differently. So, this time we will figure it out. What is it for Russian scholars? The education in Russia is based on multiple-level principles since kindergarten, school, and then in university and postgraduate studies. И на каждом из этих уровней очень важно обучать каждого, кто учит и кто учится. And on each of those levels, it's very important to learn everybody who is eager to study. Меня всегда волнует учитель. Me personally is always concerned about the teacher himself. Что определяет образование сегодня? Which are the points that construct the education nowadays? Первое – это трансформация учебного процесса. The first thing that influences the tendency of digital education is the transformation of an educational process. Это возможность дать каждому равные возможности для обучения. Вчера мне очень понравилось выступление профессора из Кореи, когда он говорил о будущем. Это второе важное направление – прогнозирование, что будет с образованием в будущем, как нам жить. И поэтому много рисков в этом образовании, много рисков в нашей профессиональной работе. И для того, чтобы жить в этом новом мире, мы должны готовить учительские кадры. Сегодня в России очень много говорят о цифровой безопасности. И в образовании – это основа для организации цифрового обучения. И для тех, кого мы учим, цифровой мир – это их образ жизни. Для тех, кто учим, цифровой мир – это их образ жизни. И каждый преподаватель думает, что теперь тот, кто у него учится, все в этом мире знает. И это определенный страх для учителя. Но на самом деле это иллюзия. Студента надо учить учиться в этом новом мире. Но преподаватель работает с самыми разными студентами. Есть те, кто любят книжки читать. Есть те, кто любят в телефоне играть. Есть те, кто вообще никого не слушают. Мы с вами обсуждаем проблемы массовых открытых онлайн курсов – MOOC. Вчера говорили об ЛМС. Это абсолютно новый опыт для преподавателя. Для того, чтобы качественно учить, каждый преподаватель должен изменить свое мышление. Для качественной обучения, которую профессор может дать, он должен изменять его состояние сознания. И понять, как жить в том мире. Вчера была очень интересная фраза на презентации Blackboard. Вся аудитория сидела в телефонах. И спикер говорит, что это замечательно, никто из вас не играл. Но как проверить, кто играл, а кто нет? И это новая проблема. Сегодня школа везде. Школа везде, как открытый мир. И ученик, который приходит в аудиторию, приходит в школу, может сказать, я уезжаю из России в Таиланд с родителями, но хочу учиться в вашей школе в Москве. И школа должна обеспечить этот процесс. Это вызов для школы. И если школа не может этого сделать, то ученик ищет другую школу. Это серьезное направление в развитии онлайн обучения. И здесь мне очень симпатичен подход кибер-университета. Муки для школьников, для студентов, для полноценной жизни. Есть еще одна важная проблема, которая имеет свое развитие и в России, и в мировом образовательном пространстве. Адаптивное обучение. Когда в классе разные дети с разными способностями обучает их один учитель. Which means there is one tutor in the classroom, and like 30 pupils, who have different abilities, different abilities, and different wishes, which a tutor has to deal with. Мы говорим о мотивации. Мы говорим о мотивации. Но важно понимать, что если ученик не понимает, чему его учат, не понимает, как его учат, вся мотивация будет равна нулю. Поэтому каждого важно учить по способностям. So it's very important to teach every pupil personally according to his own abilities. Чуть выше запросов обучающегося. A little bit higher than he can do. Just a little bit. И адаптивное обучение – это тоже современный вызов для образования. And this adaptive education is an issue, a very important issue nowadays. Следующий вопрос. А чему учить? Мы привыкли учить всему. Вдруг пригодится. The next question is what should we learn. In Russia, traditionally, we are learning the pupils everything, thinking just for in case. In case whether it might be useful in the life. Teaching everything since math to science. А время другое. Нужно учить навыкам, которые называют гибкими. Учить учиться, учить искать информацию, учить критически относиться к содержанию. The things we should taught, teach nowadays are searching for information, sorting the information, criticizing the information you found and so on. И здесь новая проблема. Нужно этому научить учителя. И нужно научить того учителя, который учит учителя. Это большая проблема. Для развития цифрового образования в России сегодня создано много разных инструментов. Например, есть московская электронная школа. Учителя разных школ создают проекты, уроков, кейсы для уроков. The professors of different schools and universities are constructing their online programs in the different fields. Для традиционных уроков. For the traditional lessons. Эти кейсы проходят экспертизу. Those cases must pass the expertise first. Они включают один лист информации, которую будет сообщать учитель. Which includes one page of the information provided for the professor. Один лист, который будет проецирован на экран. One paper which will be showed on the screen. И один лист, который будет в тетради ученика. После экспертизы все курсы помещаются в банк данных московской электронной школы. After the expertise is done, all the information collected is based in the Moscow e-school base. И любой учитель Москвы, а сегодня и России. And nowadays, all teachers of any kind of Moscow in overall Russia может использовать любые части кейса на своем уроке. He can use any type of case in his lesson. So he can access this information online. Сегодня подписано соглашение об использовании ресурсов Московской электронной школы не только на территории России. Nowadays, there is an agreement signed to use this electronic Moscow base, not only within Russia, but outside as well. Есть интересный программный продукт, называется Snail. There is a very interesting electronic product, which is called Snail. Это ресурсы для организации дистанционных олимпиад, которые формируют учебные действия школьников. This is the resource base of the teaching materials for the olympians, for the competitions between the pupils. И результаты обучения, результаты побед на этих олимпиадах засчитываются в школах. And the results of those competitions, they are put in the marks list of the pupils as well, which allows pupils to get a higher score in the school as well. Есть разные программные продукты для разработки уроков. There are different program products for developing the lessons, которые могут использовать сами учителя и преподаватели вузов. Одна из интересных программ называется, это российская разработка, называется iSpring. One of the most interesting is the iSpring. Здесь можно создавать уроки, писать лекции, проводить контроль, прокторинг, проводить тестирование, все, что для души угодно. In the iSpring you can do anything you want. You can construct lessons, you can provide online education, anything you want. Я не могу не сказать о национальной платформе открытого образования. Эта платформа была создана в 2015 году для размещения массовых открытых онлайн курсов. И сначала объединились 8 вузов на этой платформе и стали создавать по стандарту массовые открытые онлайн курсы для вузов. In the first year there were 8 universities taking part, which shared the online courses and started to build online courses, the new online courses as well, based on that national platform. Что важно? Первое. Все курсы, которые находятся на этой платформе, созданы в рамках федерального стандарта. The most important thing is all of the courses, which are based in this national system, are built according to the federal Russian standard. Но что уникально, любой школьник может пройти курсы, и потом курс, созданный в университете, может быть при обучении в университете ему засчитан. The unique thing is whether the school pupil passed a course in this system, the course he passed successfully might be transferred to the university two words. Это очень интересный опыт, но об этом мы будем говорить сегодня после обеда. This is a very interesting and unique experience, which we will talk later after the lunch. Есть очень важное направление, которое сегодня начинает интенсивно развиваться в образовании в связи с цифровизацией. Nowadays there is one more important intention, which is actively developing according to the digitalization. Это риски в образовании. Those are risks in the education. Как всё новое, цифровое образование, оно тоже влечёт за собой какие-то риски, какие-то изменения. As well as anything new, the mock system, there are risks follow the development of the online educational system. Согласитесь, что любое вхождение учителя в класс, преподавателя в аудиторию, разговор между учителем-учеником, между учителем и родителями – это всегда риск. Would you agree that every time the professor talks to the student, the teacher talks to the pupil, the pupil entering the classroom, the teacher entering the classroom, all of these cases might be risky? Я недавно была на большой конференции, на большом форуме в Узбекистане и работала с магистрантами. И долго разговаривала с ребятами. И когда закончилась наша беседа, один из молодых людей подошёл ко мне, достал телефон и говорит, «Я вас записывал, хотите, я вам сброшу». И в этот момент ты понимаешь, насколько мир открыт. И каждое твое слово становится доступным. И каждое слово, которое ты произносишь, каждое слово, которое ты говоришь aloud, это доступно для людей вокруг мира. Это новая ответственность. И к этому сегодня надо быть готовым. Российские исследователи разделяют две категории рисков. Одна категория – это европейская. Будь осторожен. И американская. Всё будет хорошо. Рискуйте. Я думаю, что мы работаем в зоне двух рисков. И рискуем, и довольны. Сегодня мы не можем ждать. Каждый день приносит нам новую информацию, новые ресурсы в цифровизации. И каждый профессиональный преподаватель рискует каждый день. Вошел и рискует. И каждый профессиональный профессор принимает риск каждый день. Когда он входит в аудиторию, он принимает риск. Я сегодня тоже в зоне риска. Сегодня я тоже в зоне риска. Мне хочется передать свои эмоции, свои чувства, свои идеи. И я очень надеюсь, что Светлана мне помогает в этом. И я надеюсь, что транслятор делает это хорошо. Я разделяю несколько областей рисков. Риски, которые внешние. Мы на них, ну, можем влиять опосредованно. Но всегда о них думаем. А есть риски, которые напрямую зависят от нас. Это наши ценности, наши идеи, наши взгляды, наши возможности, наши компетенции. Это наши семьи, которые нас сюда отпустили. И это те риски, на которые мы можем влиять. В аудиторию ко мне приходят студенты, как и к вам. У них свои ценности, своя семья, свои идеи, свои взгляды, любовь. А нам нужно строить процессы обучения. И это тот риск, на который мы, как преподаватели, обязаны влиять. Мы обязаны его знать. Это мое глубокое убеждение. И следующая область рисков – это те технологии, те формы, которые мы выбираем. Учитель всех отправил в MOOC, а сам сидит и отдыхает. Правильно это или нет? В другом классе поделил на группы, и каждая группа занимается своим. Правильно это или нет? Это только преподаватель понимает, потому что у него есть определенная цель. И это тот риск, на который он может влиять. Мало назвать риск. Надо понимать, как управлять таким риском. Есть несколько способов управления рисками. О некоторых я скажу. Например, диверсификация рисков. Когда ты рискуешь, но у тебя в кармане другие технологии тоже. Или ты уклоняешься от рисков, не используешь технологии. Очень хорошо компенсировать риски. Рассказывать тем, кого учишь, что и как будет, и почему. Но я об этом могу много говорить. Пойдем-ка мы дальше. Очень серьезная проблема – это организация обратной связи. Каждый преподаватель, который приходит в это новое пространство, в цифровую среду... Каждый преподаватель, который приходит в новую цифровую среду, требует напрямую увидеть ученика. И всегда мне говорит, ничего не получится, я его не вижу. И всегда говорит, что это не будет проходить, потому что я не могу видеть ученика в личности. Это связано с мышлением, с пониманием, с чувством той среды, где ты живешь. Когда в 2005 году мы начинали проводить вебинары... Мы перед преподавателем сажали студента, который на листочках писал... Слушатели вас слушают. Слушатели за вами записывают. Слушатели улыбаются. Мы берем студента, чтобы сидеть и слушать профессора, и понимаем, если участники смыли, если участники слушают, или если участники не интересуются. Когда ты технологию принимаешь, то ты начинаешь ощущать тех, кто вокруг тебя. Я вот так пролистну. Я скажу, что в многоуровневой подготовке педагогических кадров на каждом уровне нужно обучать современным технологиям. и с помощью современных технологий. Содержание может быть одинаковое, а технологии разные. В России сейчас работает программа, национальная программа образования. В нее входит много проектов. Современная школа, цифровая образовательная среда, успешный ребенок. Экспорт образования, например. Экспорт образования, etc. Но я на некоторых остановлюсь. Например, направление учитель будущего. В этой программе разработана система национального роста для учителя. И она предусматривает подготовку по предмету, по психологии, по технологии отношений, взаимодействия. По моему глубокому убеждению, если мы хотим, чтобы учитель научился в этом цифровом мире жить, то все эти направления можно реализовать, используя дистант. Вы себя узнали на этой картинке? Поднимите руки, кто узнал. У меня есть очень интересное направление, которое называется магистратура. Магистратура электронной образовательной технологии. Это мои замечательные магистранты. Они все взрослые, о них можно писать поэмы. Каждый из них занимается развитием цифрового обучения в своей области. Each of them is developing their digital education according to the sphere they are dealing with. Здесь есть наш большой друг с Варсуангом, исполнительный директор электронного Башкортостана, Республики Башкортостан, Валентина Шамшович. Среди моих учеников абсолютный победитель конкурса «Учитель года», учитель информатики Андрей Сиденко. Генеральный директор компании «Дистанционный репетитор» Светлана Павлова, которая впервые стала заниматься в России дистанционным обучением. Победитель конкурса «Лего Эдюкэйшн» в России, Коля Белевский. Я могу рассказывать о каждом. Есть еще одно интересное направление обучения через всю жизнь. И для каждого, независимо от возраста. Я себе представила это в виде поезда, куда может заскочить каждый, кто хочет. И учиться, учиться и учиться. Моя идея, моя идея, это как тренинг, в котором кто-то может прыгать в и учиться. Но в цифровизации, в цифровом обучении можно продвинуться только если мы будем друг другу помогать. Только если друг друга профессионально поддерживать. Это руки молодых преподавателей вузов России на конкурсе, на всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель России». Я, конечно, не могу рассказать сегодня в таком коротком выступлении обо всем, но хочу рассказать еще о том, что нас волнует. Персональная траектория обучения. Творчество в цифровой среде. Коммуникации в цифровой среде. Ну и мы должны с вами кардинально изменяться. Нужно сказать, что теперь все становится открытым. Цифровая школа, цифровой вуз, цифровой учитель. Но это не значит, что нас заменят роботы. Учителя робот никогда не заменит. И завершая свое выступление, я хочу сказать, пожелать каждому из вас. Первое – цифрового долголетия. Второе – счастливых неизведанных путей, любви и новых открытий. Повторите, пожалуйста, еще раз. Первое – цифрового долголетия. Счастливого пути. Неизведанного. Любви. Новых открытий. Нужно создавать возможности, чтобы сегодня здесь жить с удовольствием и не навредить в будущем. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.